здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор инфоповод был очень интересный буквально вчера вышло интервью на канале ксении собчак с алексеем венедиктовым и он давал пояснения по поводу обвинений в расследовании которые были выдвинуты в расследовании команды алексея навального по поводу коррупция коррупционных схем для популяризации мэра москвы и собянина и среди известных пропагандистов там были названы именно как бы либерально настроенных людей а именно алексея венедиктова ксению собчак и прям показаны цифры рассказано как отмываются деньги да и как это все происходит вот это на уровне пиара ну было очень интересно очень рекомендую вам пересмотреть ссылочки и на интервью у ксении собчак и на это расследование я обязательно помещу под этим видео но самое интересное знаете вот мне даже хотелось назвать это этот разбор 2 махровых манипулятора в одной лодке дело в том что ксения собчак выбрала здесь позицию ну как бы обвинителя да но на самом деле конечно же это все не так не никого она не обвиняла цель была другая цель была как раз оправдать и его и ее в данной ситуации и знаете вот не заходя далеко в разбор именно алексея венедиктова кстати по венедиктову я вам покажу шесть четких манипуляций как он изящно от этих обвинений ну как бы отошел да и увел нас очень красиво в течение всей беседы ну конечно он он махровейший манипулятор я здесь даже не знаю кому отдать пальму первенства ксении или ему потому что здесь вот просто блестяще все проведено но вот все-таки отношения ксении собчак к этому расследованию команде алексея навального было видно сразу же вот как только я включила как только пошло это интервью вот с первых же минут было прям все четко понятно давайте посмотрим главный вопрос такой почему как тебе кажется так не любит фонд борьбы вот здесь сразу я не знаю я кстати обращаюсь к вам мои дорогие зрители подписчики а вот как здесь в вы почувствовали я когда вот этот фрагмент стала слушать я его потом еще раз переслушала потому что мне показалось как будто ксения собчак сказала почему так не любят этот фонд алексея на ну вот эту команду которая то есть как будто все вот все кто видел все не любят вот вот мне показалось так но на самом деле вопрос был задан почему так не любит алексей венедиктов вот эту команду да ну вот звучало мне показалось именно так что все не любят скажите это их на воду дую или так действительно вот и вам так показалось знаете вот такая вот обтекаемая формулировка она в общем то но это уже человек с хорошим опытом манипуляции может это делать если это было умышленно может быть это не умышленно но знаете это произвело определенный знаете бессознательный эффект у меня сложилось впечатление что все не любят эту команду хотя на самом деле мне интересно вот я лично люблю эту команду да мне нравится смотреть их расследование но это опять это мое личное мнение оценочное осуждение так что на это не обращайте внимание просто вот не сложилось ли у вас такого ощущения напишите пожалуйста в комментарии или в чате вот сейчас если это идет трансляция да вот напишите свое мнение а я иду дальше из коррупции алексей венедиктов и самое главное то как это было сказано вот смотрите тело ксении сказала очень много за нее да вот формулировка фразы это под вопросом но что для меня не под вопросом это сигналы ее тело и здесь получается прежде чем вот сказать она сделала такую большую паузу это первое и отклонилась и выпрямилась вот это очень интересно отклоняемся мы когда чего-то боимся а выпрямляемся это знаете вот как встать по стойке смирно и вот она как бы встала по стойке а для чего мы встаем по стойке смирно чтобы выглядеть как ну правильно да правильно я же хороший посмотрите на меня я же правильный весь да я стою как надо как вы хотите да вот это вот такая выслужиться до выслужиться перед получается вот это вот отношение к этой команде она показала вот таким образом но это еще не все смотрите дальше отталкивает локтем видите при этом улыбается но улыбается это понятно но она может и сама просто знаете вот от этой не знаю авантюра это назвать сложно но тем не менее получается же они оба на них на обоих было выдвинуто это обвинение но почему здесь она вопрошающая сторона а он отвечающая но это так такой знаете театр перед нами до который ну был как всегда у ксении собчак очень красиво разыгран поэтому надо отдать ей должное что она это умеет делать да но значит идем дальше вот видите оттолкнула локтем начнем наверное но вот конкретно с обвинений которые прозвучали но знаете здесь она обратилась к тексту и я в этом тоже опять таки вижу не небольшое лукавство она прекрасно знает текст но ей нужно ну вот чуть подольше задержать может быть лицо на тексте для того чтобы скрыть свои эмоции возможно ну возможно я опять дую на воду знаете как у меня уже такая профессиональная болезнь я как вижу сразу у меня такие подозрения знаете аж страшно самой становится периодически поэтому это так и небольшая поправочка к тексту это не ничего серьезного но самое интересное вот сейчас будет еще замедленная съемка сейчас давайте смотреть вот видите вот оттягивание нижней губы вот вот это вот вот это вот так а это очень интересная штука у меня в курсе эмоции я трактую это как презрение но на самом деле это такая смежная эмоция между страхом и презрением почему потому что смотрите вообще как презрение это когда мы сравниваем себя с окружающими собеседником да и думаем о я красавчик по сравнению с ним да он вообще ерунда и у нас тут же идет такая улыбка одними губами до глаза не участвуют а именно одними губами идет растягивание губы либо в одну либо в две стороны ну вот либо 1 одной стороны либо 2 ну то есть в зависимости от того как интенсивно мы кайфуем от того что мы классные да но смотрите здесь идет тоже оценка да вот оценка себя но когда мы оценивая себя по сравнению с кем-то или с чем-то видим что мы не дотягиваем до определенной планки ну вот это вот презрение это про план куда по уровень так вот если мы не дотягиваем нам становится страшно страшно от чего от того что мы можем быть изгнаны из этого социума мы можем быть из этой коммуникации изгнаны а у нас один из самых больших страхов это быть изгнанным из социума почему все стараются соответствовать определенным рамкам потому что в древние времена если особь выгоняли из стаи то особь погибала потому что стая это группа лиц которая могла противостоять всем страшным вещам которые в дикой природе происходили так вот в нас это сидит мы боимся быть изгнанными мы боимся быть изгоями и когда мы сравнивая понимаем что вот-вот мы будем изгоями у нас появляется но уже как бы презрение хочется да хочется но идет губа вниз но кстати вот презрение бывает как когда человек оценочно очень часто улыбается да и он может улыбаться и уголками вниз но вот вот когда именно нижняя губа растягивается вот сюда это уже такая совместная эмоция потому что вот вот так вот мы реагируем как когда мы боимся чего-то это страх вместе с тем что мы оценив себя поняли что мы где-то не дотягиваем и мы можем быть изгнаны вот это вот такая презрение страх я не знаю как это трактовать ну вот точнее да ну вот эта смесь двух эмоций и вот здесь вот у ксении как раз вот это и присутствует то есть получается ну вот то что я сказала да вот наложите пожалуйста на эту ситуацию потому что я и так уже много сказала давайте идем дальше я их еще раз озвучу ну просто чтобы вот мы были в этом точной любишь наклеветать ну смотрите он поглаживает подлокотник а это у нас эквивалент колено колено я вам неоднократно говорила это про нашу гордыню и не неудивительно что когда мы молимся мы встаем на колени для того чтобы усмирить свою гордыню и в так как перед нами человека в возрасте и некоторые части тела ему мешают наклоняться до колена а кроме того кресло у него довольно удобно и здесь есть эквивалент колено он поглаживает до успокаивает свою гордыню таким образом чтобы просто вдруг не все посмотрели это расследование такая показная улыбочка наигранная потому что она тут же моментально уходит перед нами просто блестящий коммуникатор который договориться со всеми обо всем да и тем интереснее смотреть это интервью до что вот два махровых 2 2 змеи собрались вот как вообще браво условно главное в чете как резко бах и нет улыбки до была улыбка нет улыбки вот вот это вот это это наработано это прям вот знаете это как раз подтверждает то что человек очень много коммуницирует и умеет грамотно включать нужные эмоции чем как я поняла а по сути он здесь вот этой улыбкой показал я тебя не боюсь вообще улыбкой что мы показываем вовсе не благодушное расположение а то что я тебя не боюсь я показываю тебе свои клыки вот отсюда пошла эта вещь на от вообще эмоция отвращение и улыбка она зародилась вместе да и вот здесь вот по большому счету он показать ну да я продемонстрировал свою не боязнь этого вопроса и тем самым показал что он этот вопрос боится когда если бы он действительно не боялся он бы не делал таких резких перепадов эмоций а он просто показал да и выключил понимаю обвиняет тебя фбк взял на издание журнала 680 миллионов рублей часть из них более 20 миллионов забрал себе да да ну в общем понятно да здесь вот этот фрагмент я показала для того чтобы вы поняли как ксения собчак относится вот к этой ситуации плохо относится она и боится эту компанию команду да это же на самом деле они оба волнуются оба репутация обоих под угрозой и в общем то они выкручиваются как могут но давайте смотреть виноват ли алексей венедиктов и вообще давайте это разберем вот эту ситуацию вот самое главное вот эту ситуацию разобрать да да безусловно там много чего он еще сказал но вот мне главное было на этом сконцентрироваться и давайте наблюдать как он объясняет значит первое его первый его аргумент в чем мне кажется что есть две точки во первых они меня воспринимают как конкурентом информационное поле видите он это говорит и демонстрирует большой палец это у нас палец эго то есть он знает себе цену он демонстрирует свою знаете свое эго и свой статус да по большому счету он показывает ребят но я просто не мальчик до данной ситуации я не мальчик чтобы меня вот прям так взять и обвинить да то есть вот он сейчас нам демонстрирует вот это да и причем смотрите ладонью к себе не по количеству людей держит руку и при этом рука закрыт он не не открывает перед нами ладонь да а вот так вот держит руку у меня здесь есть какие-то козыри до которые я вам не покажу но имейте в виду я не мальчик до количество доверия все-таки эхо москвы завоевала огромное доверие людей которые слушайте вот он просто тут закрывает сейчас попробую может как-то вот так вот сейчас секундочку потому что так самое интересное закрывается на сонное поле не по количеству людей по количеству доверия вот смотрите как он придерживает вот эти два пальца дисциплина и слава то есть смотрите по известности для него сила в чем в известности и в дисциплине понимаете он говорит о том что вы из ну я известен так же как и вы и я имею такое же влияние как и вы вот он придерживая эти пальчики говорит о том что ну мы примерно птички одного полета да и мы имеем одинаковый ресурс по славе и по влиянию видите как он прям демонстрирует да вот то что вот первый аргумент в том что на самом деле мы конкуренты да и вот они просто мочат конкурента но я с ними на одном уровне и здесь но и при этом он придерживает еще какие-то козыри да вот держа руку так видите вот казалось бы он просто сидит и что-то говорит но сколько говорит его тело это только вот разбираясь в этом всем да вот сигналах которые мы получаем через сигналы тела мы можем понять да сколько между строк написано под кеха москвы завоевала огромное доверие людей которые поддерживают собянина мы видите а здесь уже пошло вот от пошли открытые жесты и он ну можно сказать сел на своего конька и при этом все равно большой палец наверху да и вот это оговорочка про собянина просто браво собянин вот так вот правильно поддерживает навального потом видите как хорошо обыгрывает свои даже ошибки да вот эта оговорочка по фрейду они оба заметили оба то есть они оба как бы настроены на то чтобы решать вопрос да и оба отметили до оба ну прокололся но вот вот грамотный коммуникатор он умеет вот это обыгрывать да вот этот смех смех это реакция на стресс да конечно же он оговорился но оговорился не просто так да и излишне оживился да и смотрите отклоняешь что хорошая оговорка по фрейду фрейду видите улыбка с зубами я не боюсь такая челюсть внизу и замерла да при всем при том что конечно же она ну как бы там играет свою роль но она офигела то есть это вот пересекающая аудитории я конкурент в этом смысле потому что мы не вяжем а пытаемся разобрать плюсы минусы и так далее то есть они визжат да вот мы конкуренты но они истерички вот что он сейчас сказал да да ну оговорочка такая с собяниным это понятно что он уже сейчас знаете но учитывая вообще то что там просмотров много на этом расследовании да и будет еще больше благодаря еще и этому интервью безусловно для него это стресс и конечно же в это оговорка не просто так он ну в последние дни я думаю что он в этом варится и ну вот в таких ситуациях человеку не позавидуешь и я его по-человечески понимаю да что он как бы ну вот вот так вот да происходит но давайте узнаем в чем суть обвинения вот я посмотрела это расследование и самое интересное что мне показалось вот в этом ну вот в этой схеме да да безусловно там может быть может как-то там использовали в темную или прочее бла-бла но вот схема и коррупционная была описана очень четко вот давайте посмотрим фрагмент вот этого расследования чтобы вы понимали о чем идет речь 9 миллионов рублей в год за корректуру текста 230 тысяч за выпуск но вы сами посмотрите здесь есть вообще что вычитывать за 230 тысяч рублей давайте посчитаем берем любой случайный выпуск номер 23 лефортова копируем весь текст включая пробелы номера страниц сканворды все считаем символы выходит 187 тысяч за корректуру заплатили 230 тысяч то есть 1 рубль 22 копейки за символ или 1220 рублей за тысячу символов рыночная цена за такую услугу вам много раз ниже от 40 до 200 рублей но это только начало гораздо больше по завышенным сметам просто переводится специальному сотруднику ну то есть там прям четко цифры до в этом расследовании четко понятно вот мне лично было все понятно да что схема но вот даже на этой ерунде в 30 раз дороже было продано нам налогоплательщикам вот это вот работа да и в общем то что на это отвечает алексей венедиктов давайте послушаем я действительно а выиграл 5 тендеров в сумме 680 миллионов рублей для издания журнала мой район а потратил на этот проект 705 миллионов 25 было мои то все ничего не заработал 0 копеек я в минусе ну минусе насчет минуса здесь смотрите пошел головой к плечу и здесь он сам в этом сильно сомневается но как бы произнести это надо неудачный коммерческий проект но удачный смотрите неудачный и при этом слишком радостно запрокидывает голову высоко по повел челюстью как-то не верю я вот в данном случае не верю может быть хорохорится да может быть но вот про неудачные проекты так не говорят ну ладно может быть здесь он ошибся телом да может быть правда в чем-то другом знаете как ну вот я я тоже предприниматель в прошлом и я прекрасно понимаю что в чем-то если ты прокалываю ну где-то ты теряешь деньги то где-то ты их зарабатываешь больше да ну где-то потерял где-то нашел и вообще любой человек в принципе я думаю по такой философии живет до идти вешаться что ли ну может быть это такая природная такой природный оптимизм сделаем скидку на это да проект образовательный это правда часть действительно 23 миллиона а перешли на мои счета из них 6 миллионов это внутренний займ и смотрите что касается денег то здесь очень часто ну вообще всегда что касается денег он закрывает ноздрю причем смотрите закрывает ноздрю левой рукой левая это эмоции и большим пальцем это эго вот соберите это все в кучу видите вот то есть эмоции эмоционально закрыта да еще что касается ноздри ноздря это вообще нос это про информацию для нас очень важен воздух и через ну без воздуха мы не проживем даже там нескольких минут да но самое интересное что через этот воздух мы получаем очень много информации то как пахнет воздух мы на самом деле принимаем все решения исходя из запахов вот знаете мы находим партнеров таким образом мы находим место где нам комфортно жить вы знаете вы приходите в какой-то ну там на работу на новую и вот что-то вам не нравится вот этот запах скорее всего потому что бессознательно наш мозг анализирует именно запах мы заходим мы не видим под столом там дохлую кошку на запах нам не нравится мы хотим уйти быстрее отсюда вот вот это и есть как раз мы общаемся с партнером все красавчик все все отлично но что-то не то вот что-то не нравится и потом в дальнейшем мы находим этому подтверждение обязательно а на самом деле вот первый сигнал это был из-за запаха понимаете вот все в запахе мы через запах мы получаем очень много полезнейшей информации и когда человек ну вот а как воздух поступает через ноздри и когда человек ноздрю закрывает пальцем он как бы выключает вот эти запахи да он выключает вот это чуй куда и ну таким образом ну как бы говорит все ладно хорош хорош нюхать да берем 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 или там не берем все я принимаю решение головой да и вот вот все давайте выключаем вот это но или знаете еще это касается еще когда мы хотим показать ну или хотим как-то быть скромнее да вот скромность вот тоже демонстрируется вот так же и часто бывает так что когда человек находится постоянно в стрессе у него и ноздри собираются в кучу чтобы меньше была пропускная способность это же запах это еще этим не только запах но и темперамент воздух это еще и темперамент чем больше воздуха поступает к нам тем больше он питает наш наш организм да и тем больше у нас энергии и поэтому вот вот это вот про и про информацию и про энергию а энергия как известно в материальном мире это деньги ну вот такая вот связь получается что вот он когда говорит о деньгах он всегда трогает нос на имейте в виду это у них были документы нет не сказали остается да вот кстати по поводу того что он трогает нос для него деньги это информация плюс темперамент да вот информация плюс активность и поэтому это касается всегда носа и поэтому как раз вот он нос нос и трогает 17 миллионов я правда хотел заработать слушай это три года работы я правда хотел заработать но поскольку был объявлен иностранным агентом 22 апреля в день рождения ленина 22 года мэрия прервала контракт мы не доиздали 11 журналов и эти деньги и другие еще плюс были направлены на тем не менее выполнены обязательства перед городом перед москвичами поэтому я не заработал ничего я в мин но вот здесь я очень сильно ему не верю насчет не заработал ничего все вжимает голову в плечи а вот здесь вот очень неоднозначный жест который я вам вот хочу с вами разобрать прям по пунктам по винтикам помните когда путин вот буквально недавно я разбирала его интервью и он говорил говорил об успехах и голова у него пошла в плечи да он спрятался вот это вот да вот иллюстратор того что все плохо да и здесь как раз венедиктов очень четко иллюстрирует то что все плохо но другие жесты посмотрите на другие жесты поджимает подбородок то есть информацию скрывает но это это то не страшно но другой вот момент который здесь совершенно не вяжется вот вот с этим до руки вверх то есть это это не удивление не в стороны руки а именно вверх понимаете в сторону это было бы удивление да я я не ожидал что так получится все так плохо получится это это было бы тоже под вопросом потому что но как бы подавленность она не расширяет тело а здесь получается не просто раши не расширяется а вверх идут руки это как раз успех понимаете это иллюстратор успеха с одной стороны да он сыграл неплохо но с другой стороны другой жест его выдал с потрохами слишком много энергии в этот жест надо вложить чтобы руки поднялись наверх понимаете вот на этом я считаю что он прокололся невербально но и логически тоже вот если так но рассмотреть это все ну давайте дальше видите вот вот видите но бывают неудачный проект на что это удачный проект поэтому все правда по цифрам все неправда по выводам ну то есть цифру он подтверждает но он ни слова вот во всем интервью он ни слова не сказал вот по этому моменту который вот я вам сейчас показала то есть получается вот это вот завышенная в 30 раз стоимость услуг он ее никак не объясняет он просто вот ну так в общих чертах говорит вот я потратил столько то я это но при этом он не приводит никаких доказательств да вот если бы он прям четенько по всем пунктам которые были предъявлены ему дал бы раскладку да и ксения бы там какие-то выноски сделала дата было бы понятно а здесь получается что он как бы да я вот такой бедный белый пушистый да но при этом говорит об этом так радостно что знаете если выключить звук мне кажется здесь будут преобладать все таки больше вот эти воодушевляющие жесты нежели какие-то другие да но подавленность он конечно же умеет показывать он попытался нам ее показать но но не верю не верю вот надо еще отрабатывать невзирая на дай безумно уважаю его как коммуникатора да как манипулятора как вообще человека блестяще владеющего словом и даром убеждения но тем не менее вот не верю не верю вот актерское мастерство надо подтянуть потому что жесты не соответствует как бы вот это бы пошло а дальше вот прокололся до следующий фрагмент да значит дальше его так значит и при этом мы с вами сейчас вторую манипуляцию увидели да не отходим я вам обещала 6 манипуляции от венедиктова до первое это он заявил что мы просто конкуренты и они меня мочат как конкуренты да вторая второй его довод в том что он просто подтверждает часть обвинений тем самым доказывая нам что он хочет разобраться в этом вопросе вот это тоже очень грамотный ход знаете как в айкидо надо может быть где-то отступить до дать возможность противнику потерять часть силы на наступление да для того чтобы потом атаковать уже но и как бы вот это отступление она имеет смысл в любом споре и он как бы отступил да они правы но частично да то есть он как бы немножко отступил немножко дал им фору и тем самым мы задумались да он хочет нам сказать правду да мы слушатели ну давайте посмотрим дальше что он скажет но знаете еще хочу показать примеры с носом но это может не касается прям денег но он еще нос там трогал давайте посмотрим вот как публиковать мои частные счета смотрите как какая оскорблена еще хочу вам этот жест показать тоже очень интересным они могут погреть что мой вот когда человек поднимает лицо да и а при этом но как бы поднимает лицо мы поднимаем и через и мы как бы готовы драться но при этом через мы безбольно как бы опускаем и показываем невзирая на то что у меня есть челюсть у меня есть возможность драться я не буду драться потому что я хорошо воспитан вот это вот интересный такой жест который часто делают вот эти ну как вот люди которые хорошо воспитаны до которые хорошо умеют выражать свои мысли с помощью слов которые не умеют драться интеллигенты до интеллигенты вот это вот часто вот это демонстрирует да как бы я могу тебя наказать но я тебя не буду наказывать да и вот это демонстрация того что челюсть как бы безвольно опускается на вот еще раз потом просмотрите вот этот фрагмент или давайте я еще раз вам его покажу потому что но он очень интересный вот в среде интеллигентов которые ну вот работают больше словом нежели челюсть нежели кулаками да и вот мое воспитание не позволит вам ответить грубо да но знаете что я могу ответить вот как бы вот это интересный жест вот как публиковать мои частные счета вот видите такая протяжка челюсти и и даже интонационно он протягивает вот как бы опуская челюсть он и интонационно делать такую вот прям протяжку то есть посмотрите у меня есть челюсть я могу ударить но я не буду вас бить я очень хорошо воспитан смотрите как интерес они могут погреть что моей компании они могут а потендер они не могут неправда не верю это я сказал что яблоко фюрерская парк но ноздри закрыл за это меня потащили значит в эту комиссию по свободе слова яблоки здесь он про темпераменты и вот здесь он загасил темперамента и темперамент информацию я вам много сказала про это то есть но уже накладывайте то что я сказала дано на его жест и уже вам будет более понятно что он еще хотел сказать кроме того что говорил он сейчас и насколько я представляю он требует лояльности полной публичной не публичной и в этом смысле не вижу второй доски это меня как бы ну заставляет смотрите это он говорит про путина и не только закрывает ноздри но еще и задерживает руку на носогубке а это у нас про будущее это место называется торец или но центральное место на лице это место куда больнее всего удары чувствуются но вот это такое место которое про перспективу да вот про будущее наше и вот здесь вот четко четко он сейчас проиллюстрировал про будущее видите и по моему скажет что-то про будущее думать более пессимистично ближайшем времени а ну вот да действительно я не помню что он говорит но вот жесты они сразу без слов понятны для для меня лично да когда человек что-то трогает где-то значит речь об этом если речи об этом нет то мысли об этом ну поэтому вот так вот дальше следующий фрагмент это у нас что было про нос и теперь про бюджетные деньги очень интересно да и значит что ну и тут кстати была еще одна манипуляция в начале до когда он сказал они публикуют то что считают нужным но информацию в полном объеме не дают но то есть здесь по сути произошло ну а он сказал свое оценочное суждение при этом не показал ничего доказывающего и самое главное что а ведь есть из чего выбирать получается перед там этой командой было много разных вариантов что о нем сказать и среди этих вариантов был компромат поэтому это не их проблема в том что они выбирают не то а проблема того человека на которого есть компромат понимаете в чем фишка да поэтому ну вот это этот аргумент он как бы и работает и в то же время не обращайте на него внимание но тем самым все таки третий аргумент прозвучал они выбирают только то что хотят говорить но это их право здесь как бы никаких вопросов а следующее по поводу бюджетных денег интересно это бюджетные деньги не деньги из кармана собянина если я взял деньги у собянина как у усманова предположим или как-то мне за у фридмана или как там у лисина почему-то взял эти деньги эти кровавые деньги которые а я взял бюджетные деньги выиграл бюджетные деньги на образование а бюджет и должен идти на образование на что на бордюр что ли но здесь по сути он сказал то же самое что сказали в этом расследовании они и сказали что в общем то деньги бюджетные но этими деньгами собянин но там вообще фильм про то что собянин себе делает имя на бюджетных деньгах не на своих каких-то деньгах а именно на бюджетных то есть он делает то что должен делать но при этом показывая показывает что он такой красавчик что голосуйте за меня и так далее поэтому здесь вот как бы речь то в общем то не о том что он умышленно прям специально пришел там к собянину и сказала давай я буду тебя прославлять да у себя нет просто он получил деньги и как и многие в россии чиновники имеющие доступ к этим возможностям да он просто распилил эти деньги он просто участвовал в схеме которая очень четко принято в россии и я даже допускаю что он может быть и не так украл как но не так много взял ну хотя там в 30 раз завышенная стоимость это понятно что много но я допускаю что в этом случае бы был дележ с тем человеком ну или с той группой которые ему обеспечили победу в тендере это все в россии просто так не происходит и ну это опять мое оценочное осуждение можете считать что это фантазии но вот я как человек уже с определенным жизненным опытом и уже с возрастом да я понимаю о чем идет речь и может быть он не так много украл просто он часть денег хорошую часть денег скорее всего отдал кому-то а сейчас вот сидит перед нами жалуется но это уже как бы проблемы негров извините это это его проблемы да это не наши проблемы он просто вот перед нами человек который просто решил что ну почему бюджетные деньги почему бы их не взять да и по сути он просто поучаствовал в этой коррупционной схеме вот в чем его и обвиняли и в чем в общем то как бы он сейчас говорит о том что эти деньги были бы все равно может быть украдены или кто-то другой по их распилил а я вот сделал хорошее дело но это хорошее дело в 30 раз дороже и не бесплатно он это сделал да он взял за это деньги поэтому здесь как бы этот аргумент он ну как про и произнес да что он как бы сделал что-то хорошее но здесь ну вот как для меня так я поняла что действительно человек просто воспользовался возможностью но тем не менее четвертый аргумент им прозвучал идем дальше здесь хочу теперь вам показать интересный жест так вот следующее интересный жест кстати у ксении сейчас увидела на большом пальце кольцо трактуйте трактуйте пожалуйста я раньше не замечала сейчас вот буквально она так держала руку и увидела так вот интересный такой жест который вы наверняка можете встретить в обычной жизни мы же все-таки жесты разбираем давайте посмотрим а здесь вот конкретная вещь которой можно себя привязать с точки зрения саму значит мои мои британские юристы смотрите как стаканчик поставил стакан это адаптер жест адаптер а но кстати вот у меня я надеюсь что скоро я выпущу такие курс по жестам и адаптеры это что за жесты это те жесты которые адаптируют нас в какой-то стрессовой ситуации да вот мы берем и вот в данном случае он с помощью вот этой адаптации как этот адаптер как роль адаптера выполнил стакан смотрите он его поставил потом смотрите поправил поправил определенным образом и это как бы поставила такую точку как не точку а разделил котлеты отдельно мухи отдельно и вот как бы такая к такой раздел произвел да вот вот этим стаканом он разделил реальность на домыслы и на реальные какие-то вещи ну и он это сейчас скажет это демонстрация того что давай-ка мы разделим считают что это фуфло мои юристы считают что это фуфло и он это обосновывает да то есть юридически он это все узнал юридически он это все подстраховался в этом и ну и об этом и сказал давай пожалуйста котлеты отдельно мухи отдельно да вот вот таким образом он как бы застолбил свою позицию да вот давай разбирать это отдельно а это отдельно следующий фрагмент да то есть он сказал что его за это не привлечь теперь пятый аргумент просто браво я абсолютно уверен что в окружении алексея навального и я ему это говорил еще до его отравления существует агент спецслужб который им манипулирует который влияет на принятие неправильных решений которые дискредитируют самого навального и естественно этот агент который находится внутри он пытается внутри навальный мне не поверил он сказал нет нет алексей алексеевич нет это был серьезный разговор у меня в кабинете несколько раз это не может быть я всех людей знаю видите теперь он делает старается чтобы мы усомнились в том что обвинители и заслуживают внимание да у них у самих все плохо посмотрите на них то есть переключает акцент внимания посмотрите сколько у них проблем о чем они могут говорить как можно им верить ну вот таким образом ну вот произошла 5 манипуляция а то есть переключает внимание на них смотрите как у них все плохо смотрите как они не слушают своего вождя они делают что хотят и вот дальше он развивает эту тему развивает конкретно там дает какие-то сомнительные факты да при этом не факты а такие поводы сомневаться там по марии пепчих по там каким-то еще моментом то есть дает повод нам с вами задуматься чтобы наши мысли ушли в другом направлении то есть вот этот факт который они изобличили он не стоит такого внимания как вот посмотрите а там все вот так там все еще хуже то есть когда у нас какая-то неизвестность это привлекает больше внимания вот команда алексея навального прям четко по пунктам рассказала все вот эти моменты да и там все понятно что там еще узнавать а здесь он дал нам повод для того чтобы мы задумались и наши мысли утекли от этого направления которое ему не нравится видите какая-то блестящая манипуляция это переключение внимания надо кстати по манипуляциям под видео там эти ссылочки на все мои курсы и среди них есть манипуляции очень рекомендую а значит следующий фрагмент а значит а вот 5 манипуляция прозвучала а и 6 манипуляция в догоночку у тебя идет война у тебя извини война у тебя гибнут каждый день сотни людей сотни триста пятьсот семьсот двух сторон а вы занимаетесь при по-прежнему вот этим понимаешь нет 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 это пожалуйста но все-таки главное сейчас это антивоенные смотрите и он получает чем они должны заниматься да ну то есть вот то что они это сделали они не правы а вот посмотрите чем надо заниматься указательным пальцем он рука руководит чем им надо заняться и вот в центр ладони но как бы вот самое центральное место да вот как бы обратите внимание обратите внимание что они должны делать и вот таким образом он как бы бессознательно рука пытается руководить теми людьми которые которые сделали что-то не так да он как человек знающий он знает что делать вы вообще не тем занимаетесь история сейчас по меня мир другое для них потому что лидер не дал команды вот лидер оттуда пишем блоге антивоенные это не я не прав это они занимаются всякой ерундой это не я украл деньги это они дураки понимаете перемещение фокуса внимания перед нами сейчас произошло и это была шестая манипуляция из шести манипуляций которые я вам обещала то есть смотрите как изящно сначала ну вот вот эта цепочка до цепочка очень четко привела нас к тому что вот просмотрев это интервью мы подумали а правда а чё они этим вообще занимаются а зачем нам это надо да и вот то есть вот перед нами очень блестяк ну классный манипулятор который сумеет уговорить вообще вот куда угодно сумеет словесно завести куда угодно поэтому но имейте в виду а что наша задача предупрежден значит вооружен такие манипуляторы часто встречаются в нашей жизни поэтому мы отлично это понимаем и вот для этого мы здесь на на моем канале занимаемся да я делаю эти разборы кстати если кто-то из вас еще не подписан на мой канал обязательно подпишитесь да и еще не забывайте поставить лайк этому видео или дизлайк напишите в комментарии что вы по этому поводу думаете и еще один момент вот тоже очень интересный момент вот это кто-то из вас мне в комментариях написал вот на этот фрагмент обратить внимание давайте его посмотрим чтобы для людей готовых видите когда но ксения сейчас как раз перед этим сказала про познера и здесь идет натягивание очков поглубже а это жест избегания то есть что-то ему в поздно и не нравится сразу скажу но идем дальше на какие-то компромиссы на понимание сложной реальности на то чтобы вот как-то не находиться в радикальной какой-то позиции для вот такого типа людей в современной реальности не осталось места нет у меня есть она небольшое есть но видите ноздрю прикрыл то есть небольшое место да действительно небольшое но но четенькая четко четко знает что хочет я выбираю свою аудиторию смотрите глаз глаз это про то что я смотрю щека задействована щека это кубышка это накопление это какая-то финансовая стабильность и это делает указательным пальцем то есть вот это мой ресурс который я вижу который на который я могу опираться и которым я могу руководить вот что сказала его тело мои очень часто с коллегами особенно на странными а теперь пошел на челюсть то есть это еще не просто ресурс да но это еще и сила это еще и возможность драться видите как много говорит его тело здесь москве разговариваем как мы выбираем свою аудиторию ты выбираешь свою роль эта роль эта сцена да то есть много много чего между строк можно прочитать и там еще есть много фрагментов и здесь я хочу вас попросить если вам интересно дальше разобрать там еще были моменты по невербалике и кстати там по ксении собчак вот по этому расследованию тоже были примут фрагменты где прям четенько можно сказать настоящее отношение ксении собчака к тому же собянину да там есть еще что то что можно разобрать просто я сейчас решила сделать такой вот выпуск ну кстати 46 минут уже поэтому просто больше не влезла но если вам интересно продолжение не забывайте поставить лайк этому видео напишите в комментарии что вы хотите продолжения и желательно еще поделитесь в соцсетях или как каким-то образом позвольте этому видео получить больше просмотров если тут будет много просмотров я еще сделаю дополнение по этому разбору потому что там были еще фрагменты которые заслуживают внимание и кстати вот какие фрагменты вам интереснее всего разобрать тоже напишите в комментарии если видео наберет много просмотров я тогда разберу и те фрагменты на которые вы обратите внимание но вполне возможно что это те фрагменты которые у меня стоят на галочке просто я их сюда не смогла вместить поэтому вот такая вот история надеюсь этот выпуск вам понравился напишите свое мнение скажите мне вообще вот благодаря вам вашим комментариям я стараюсь как-то делать все ну совершенствовать да и свою подачу и разборы поэтому пишите я всегда это читаю не всегда отвечаю на всегда читаю поэтому пишите что вы об этом думаете пишите все что считаете нужно и я это делает меня лучше вот вот что я хотела сказать да спасибо вам за внимание оставайтесь со мной люблю вас всех очень сильно пока пока